Мог ли предположить, зачинатель печатного дела на Руси Иван Фёдоров, насколько далеко шагнет полиграфическое искусство спустя пять столетий. И печатные иконы, к примеру, будут соперничать по красоте и качеству исполнения с рукотворными. Церковная типография в Софрино стала первой открытой для нужд православия в России после революционного лихолетия и богоборчества. Поначалу долгое время она была одним из подразделений иконного цеха. И лишь в последние десятилетия она осуществляет полномасштабную полиграфическую деятельность на благо православных верующих и церкви. Сейчас ежемесячно печатается свыше двух миллионов изображений икон, а также открытки, богослужебные книги, особые подарочные издания и альбомы в твердых кожаных переплетах, календари и вспомогательная упаковочная и сувенирная продукция. Наша типография печатает в основном иконы, которые затем поступают в цех икон на сборку. То есть мы являемся цехом, который изготавливает, не очень может быть корректно про иконы говорить, но полуфабрикаты. Здесь мы печатаем как серийные наши иконы, которые вы уже видели в отделе сбыта, так мы и делаем иконы заказные. Очень много к нам поступает заказов с храмов, с монастырей, на их местно чтимые образы, на образы, которые почитаемые. И мы здесь, вот как бы на втором этаже, мы сейчас находимся в типографии, здесь происходит обработка этих икон. То есть мы отрисовываем на них тиснение золотой и серебряной фольгой, ретушируем при необходимости, если нас об этом просят заказчики, разрабатываем для них различные какие-то подарочные упаковки к этим иконам. То есть непосредственно этот у нас участок занимается подготовкой к печати. То есть это как бы мозговой центр всей типографии. Отсюда начинается путь иконы в люди. Здесь у нас трудится как бы дизайнеров не очень много, но тот объем работ, который мы делаем, в общем-то достаточно велик. И сейчас спрос постоянно возрастает. Если раньше у нас индивидуальных заказов было очень мало, ну там 2-3 иконы в месяц, то сейчас это исчисляется уже сотнями, такие заказы. И к нашей радости число таких заказчиков растет. Мы всегда готовы предложить монастырям какие-то свои последние разработки. Вот я вас потом познакомлю с нашим дизайнером, который у нас занимается разработкой очень интересного вида икон. Это иконы так называемых с конгревным тиснением, с объемным тиснением. То есть практически он на бумаге пытается воспроизвести чеканную металлическую ризу. Это очень интересная работа получается. Мы, как правило, их делаем в качестве каких-то подарков, вип-подарков, скажем так, которые дарят монастыри своим благотворителям. Когда святейший ездит куда-то, вот они раздаются в качестве его дара на память людям, кто присутствовал за богослужением. Иконы, как бы мы берем самый маленький тираж. Мы стараемся, ну как бы возможности наши позволять сделать, чтобы это было с экономической точки зрения, ну выгодно как бы и нам, и нашему покупателю, это от 500 штук конкретного размера. А так, конечно, вот у нас самые сложные иконы – это конгрев. Мы берем их и меньше тираж, потому что это как бы иконы уже уровнем выше, чем обычные наши полиграфические стоимости, их соответственно, но тоже повыше, чем серийных, как бы наших таких вот икон. Поэтому мы берем там от 100 штук. В этом альбоме находятся образцы иконописных изображений, выполненных самым современным и востребованным на сегодняшний день способом печати, называемым специалистами конгрев. Он позволяет имитировать с помощью тиснения на специальной бумаге объемность и фактуру иконных вызолоченных рис, рукописных икон, которые со всех городов и вести православной Руси доставляются сюда приходскими и монастырскими батюшками. Тираж этих изделий обычно достигает порядка 500 экземпляров, хотя можно печатать и больше, по желанию заказчика. Этим способом теперь часто воспроизводятся местночтимые и чудотворные образы, которые пополняют духовный арсенал православных паломников и богомольцев. Помещенная в киот такая икона мало чем отличается по внешнему виду от традиционных писанных. Разве что ценой, которая на несколько порядков ниже стоимости оригинала. Причем интересен такой факт. Некоторые из печатных икон обретали впоследствии свойства мироточения. А начинается все с участка дизайна. Начинается с заказа, с того, что хочет заказчик. В основном это имитация икон в ризе, только выполненная в полиграфии. С помощью тиснения, конгрева и лакировки. Заказчик заказывает. Если икона располагает к тому, чтобы просто имитировать, то она полностью отрисовывается на компьютере, кроме лика и рук. Затем выводятся пленки с этих рисунков компьютерных. По пленкам делается клише. И в порядке очереди. Соответственно тиснение, затем конгрев, затем лакировка. Много раньше книг делали с конгревом. Но это, если проще говоря, выдавленные элементы. Как полурельефные. Делаются. Отрисовывается та вещь, которая будет выдавливаться в будущем. Затем выводится пленка в позитив. И делается клише с углублениями. Которые в дальнейшем на станке эти углубления продавливают картон. И вот уже получается объемная плоскость. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ Мы сотрудничаем с историческими центрами России. С Третьяковской галереи, с Ленинской библиотекой, с библиотекой московских соборов всех. Собираем всю эту информацию. Русская, православная церковь, всю ее историю. Собираем эту информацию, чтобы они могли все сделать. То есть всякие там слайды, фотографии, какую-то информацию. Чтобы они смогли с ней работать. Русская, православная церковь, всю ее историю. Сотрудники участка сортировки и контроля трудолюбивы, но немногословны и сдержаны. Сразу чувствуются, они умеют хранить софринские секреты. От резчика поднимается к нам, и мы начинаем ее сортировать. Проверяя по пленке, по тиснению, по печати. Чтобы все было, как положено, на месте. А как давно вы работаете? Шестой год. Ну а по поводу того отношения ваш к работе? Работа нравится. А чем она нравится? Коллектив хороший. Силы-то много отнимают? Ну, когда как. Всегда по-разному. Смотря какую работу исполняешь. Ну, какая вам, на несколько видов, наверное, работа? Да, есть у нас сортировка икон. Есть изготовление календарей, сумок, подарков, коробок. Ну и какой вот брак появляется чаще всего? Ну, печатная продукция. По печати, по тиснению. А процент брака, который вы получаете? Ну, как можно сказать. Небольшой. Понятно. Ну ладно, ладно. Не будем вас мучить? Не мучайте. И то верно. Ведь работа в софринской типографии, хотя и напряженная, и кропотливая, но отнюдь не мучительная. В спокойной и дружелюбной атмосфере проходит очередной рабочий день трудового коллектива типографии художественного производственного предприятия «Софрина». И, наверное, у каждого из девяти десятков сотрудников, работающих здесь, где-то в потаённых уголках души существует свой секрет, суть которого в следующем. Когда человек каждый день смотрит на иконы с изображением святых, он обязательно меняется к лучшему. Субтитры создавал DimaTorzok